Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Март месяц особенный в российской истории и в истории Советского Союза. Вообще, скажем так, в славянской истории там очень много всевозможных событий, связанных с конкретными людьми. Но сегодня мы будем говорить так или иначе о Юрии Алексеевича Гагарине, потому что 9 марта этого года, 90 лет со дня его рождения, ну и также, как известно, в марте 68-го года Юрий Гагарин погиб, к великому нашему сожалению. Ну, а почему о Гагарине? Потому что у нас в гостях Людмила Яковлевна Ефимовича, заведующая музеем Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Гагарина. Ну, я так понимаю, что название там гораздо длиннее, сложнее. Мы его вот так подаём, чтобы вы понимали, тот самый техникум, в котором когда-то учился Юрий Алексеевич Гагарин. Это было ремесленным училищем. Ну, а теперь, помимо техникума, там есть музей, которым и заведуют наши гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнём с того. Были какие-то мероприятия, посвящённые 90-летию? Может быть, что-то там приоткрыли? Потому что в любом музее есть запасники. Мы снимали фильм давненько уже, там всё посмотрели. Может, что-то новенькое есть? Ну, открытий у нас новых не было, но зато мероприятий у нас было много и ещё намечается, потому что не ограничивается юбилей, не ограничивается временными какими-то рамками, а продолжается в течение всего этого года. Кроме того, что у нас гагаринские чтения, есть такой конкурс областного характера, ежегодно проводится. Вот мы сейчас готовимся, на днях он пройдёт, уже лучшие участники. Смартовско-апрельский такой конкурс, да, получается? Да, он именно вот эти дни, такие гагаринские дни мы называем, потому что действительно каждая дата связана с жизнью и деятельностью Юрия Алексеевича. Мы стараемся её донести до студентов и, конечно, рассказать как можно больше. Ну, потому что студенты меняются, и потом гагаринские чтения, я же так понимаю, там принимают участие и приглашённые из других как бы, да? Обязательно, это областной конкурс, который мы проводим ежегодно. Но, кроме этого, мы, конечно же, проводили мероприятие разъяснительного и познавательного характера для студентов. Наши студенты участвовали в автопробеге, который был организован АМКОС, такая организация есть, ассоциация музеев космонавтики. Они приезжали к нам на Люберецкую землю, чтобы посмотреть музей, встретиться, рассказать о своей деятельности. А мы им рассказали о своей деятельности. Это было большое масштабное мероприятие. И частичку Люберецкой земли, где учился гагарин, они повезли на Байконур. А, вот так-то, да? Вот так это было. Потом, значит, у нас были конференции и семинары, на которых присутствовали я и педагоги, другие обменивались информацией. Техникум наш стал победителем в всероссийском конкурсе «Наставники». Вот как раз был год педагога и наставника. Да, мы на базе нашего техникума развиваемся, соединяем учебный процесс и музейную деятельность так, чтобы это давало основания студентам верить в себя. Мотивация, как сейчас говорят. По-гагарински, да, по-гагарински стремиться вперед, достигать своих целей. Я знаю даже, что у вас есть там какой-то специальный знак гагаринский, да, который вручается кому-то. Да, у нас вот в следующей неделе, в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики, 12 лучших студентов награждаются удостоверением и присваивается им звание «гагаринец». Это давняя традиция, и уже более двух тысяч студентов наших внесены в книгу памяти техникума. Ну, я должен сказать, что, конечно же, мы ждем 12 апреля всегда с нетерпением. Буквально два дня у нас остается до этого события. И уже сколько лет прошло, да, мы отмечали разные даты. Время летит почти уже как ракета космическая. Вот хотя, наверное, у разных поколений оно летит по-разному, и те, кто в 61-м году узнали об этом, наверняка вы тоже об этом музее рассказываете, это одна была история. Сегодня, конечно, мы даже так выйдя, спроси на улицу, а кто у нас сегодня в космосе летает. Это единственный последний раз у нас был впервые, да, в истории перенос запуска, и то потом все произошло штатно и так далее. Ну, то есть это уже такая повседневная человеческая работа. Но тут возникает вопрос, и на самом высоком уровне, вот техникумы, училищ, да, среднее образование, среднеспециальное образование, оно так вот во главу угла, тем более мы плавно перешли из года педагога-наставника в год семьи, а семья тоже же заботится о своих, так сказать, чадах, кто куда, все же хотят вышеучебное заведение. Вот ребята, которые к вам приходят, они вообще, ну, гордятся тем, что они учатся, пускай уж другим совершенно специальностям, но именно в том самом учебном заведении, которое разрослось, кстати, вот, в котором когда-то учился Гагарин. На самом деле студенты действительно испытывают чувство гордости от того, что проходят по тем же коридорам, в тех же стенах, где учился Юрий Алексеевич Гагарин. Но еще надо сказать, что наш директор техникума Ольга Александровна Клубничкина, когда произошло объединение, позаботилась о том, чтобы не только наши студенты знали о том, что Юрий Алексеевич учился, но и жители города, потому что многие не знали об этом, и гости приезжали. Поэтому у нас музей вынесен сейчас в отдельную часть здания, но в историческом корпусе. И теперь приезжают к нам из разных городов, и мы вот... Ну и вы сейчас, можно сказать, на красной линии города находитесь, да? Ахтевский проспект, памятник. Я вот недавно был в Ижевске, и мы вот до эфира в Ижевске стоят точная копия этого памятника. И третий памятник такой стоит... В Лондоне. В Лондоне. Вот у вас есть история, почему так неожиданно судьба этого памятника сложилась? Ну, в Великобритании есть такая традиция привозить из той страны, где жил человек, или состоялось событие, которое отразило на всё человечество своё действие. Отпечаток осталось. Отпечаток, да. Они привозят оттуда памятники. И в 2011 году обратились в Роскосмос, было предложено им большое количество памятников. А, то есть даже выбор был. Да, был выбор, и они выбрали наш Люберецкий. Но мне кажется, он действительно, я тут не буду лукавить, он такой живой. Да, он лёгкий и с такой философской направленностью очень видимой. Да, он такой человеческий, потому что, конечно же, когда неожиданно Гагарин ушёл из жизни, кстати, это тоже такая история, которая продолжается до сих пор, много всевозможных с этим связано расследований и так далее. Но хочу напомнить, что как только космическая эра началась, то все памятники старались сделать такими вот какими-то современными. Ну, скажем, такой какой-то, ну, явно не Ренессанс и не эпоха Возрождения. То есть это были такие, ну, что уж говорить, главный титановый памятник, который, кстати, сейчас на реставрации в Москве. Многие памятники, конечно, сейчас, спустя какое-то время, ну, это, конечно, оценочное мнение, но немножко, немножко как-то попортили, скажем так. А вот есть человеческие. И вообще, если посмотреть, то памятников Гагарину по всему миру очень много. Они разные. Есть даже, ну, откровенно говоря, такие смешные. Но все-таки вот этот человек, который объединяет, он не политик, он не великий писатель, он не великий музыкант, но он первый человек, который полетел в космос. Вот как вы объясняете это, когда приходят, ну, может быть, какие-то юные создания, которым, как бы, ну, космос и космос, господи, летает и летает? Да. Ну, в этой связи я хочу процитировать Валентину Леонидовну Пономареву. Лучше, чем она. Я уже не скажу. А она говорила так. Ни слова выдумки о Гагарине вы не услышите. Юрий Алексеевич был удивительный человек. Он жил для людей. И этим все сказали. Ну, и мы это видим, потому что человеческий такой был по улыбке, по всему. Напомню, что, в том числе и вместе с музеем, мы на нашем канале сделали фильм, посвященный 60-летию первого полета. И там, в частности, мы снимали и у вас. И любопытные такие вещи были, потому что практически ничего в Люберцах такого, ну, вещественного от пребывания Юрия Алексеевича не осталось. Даже здание там, общежитие и так далее, мы все это искали по схемам, пытались найти. И все, как правило, очень приблизительно. Ну, а вот техникум, да, он сохранился. Это действительно было ремесленное училище. И техникум носит звание Юрия Гагарина. Если вы захотите узнать историю присвоения имени, это довольно детективная история. Об этом мы рассказываем в нашем фильме. Можете найти у нас на YouTube-канале. Но мы возвращаемся к музею. А сколько у вас предметов? Ну, как это на хранении? Около 300. Около 300. Да, есть предметы, которые подарил сам Юрий Алексеевич. Давайте напомним нашим телезрителям. Это скафандр, в котором он готовился к полету. И костюм летчика-истребителя. Это он когда приезжал сюда, вот во второй части мы об этом поговорим, что он два раза здесь был. И даже выступал. Странно, что видео не сохранилось. Но, тем не менее, он был и всегда привозил, с подарками приезжал, как положено. Ну, и Анна Тимофеевна, когда была в музее в гостях, она подарила фуражку Юрия Алексеевича, когда он был учащимся в ГПТУ номер 10. Кстати, с фуражкой интересная история была не так давно. В город Гагарин, в музей, приехал житель Санкт-Петербурга, молодой человек. Ему показывают форму Юрия Алексеевича, в которой он учился в ГПТУ номер 10. А он спрашивает, а где же фуражка? Они говорят, в Люберцах. И он не пожалел свободного времени, приехал специально посмотреть наш музей. Соединил. Это было очень приятно. И он, конечно, был удовлетворен, что мы бережем этот подарок, эту историю фуражки. Ну да, там очень интересно так получилось, что в советское время Люберцы не особо светили, потому что три года, в общем-то, мы понимаем, что для молодого парня еще это очень важный такой период. И было мало таких событий. Как правило, сразу рассказывали сначала о Гжатске, где Гагарин появился на свет, потом ныне город Гагарин, а потом плавно сказали, да, учился в Люберцах, и сразу же уже дальше летная космическая история. И очень важная цена, что вы по крупицам собирали все то, что там есть. Там есть еще парта. Да. Вот история этой парты. Интересно, что Юрий Алексеевич, когда приехал в музей, был очень обрадован тому, что это действительно оказалась его парта. То есть не подставка какая-то? Не подставка, нет, нет, нет. Он по каким-то там знакам, а он же был очень веселый молодой человек, очень такой, сейчас бы сказали, фонтанирующей энергии. Поэтому у него были знаки, которые он оставил на этой парте. И она у нас такой заслуженный экспонат. Выезжает на выставки в музей космонавтики уже не единожды. Она была выставлена на несколько месяцев. Приятно, конечно, что это история, и мы владеем этим экспонатом. Ну, замечательно. Напомню, что в гостях у нас Людмила Яковлевна Ефимовича, заведующая музеем Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юлия Гагарина, который там учился с 1949 по 1951 год. Первый год, два года. И который параллельно еще закончил вечернюю школу. Ну и, собственно говоря, о многом другом мы еще поговорим во второй части нашей встречи. Так что кажется, что о Гагарине можно говорить постоянно. Подождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. У нас в гостях заведующим музеем Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Гагарина Людмила Яковлевна Ефимовича. Говорим мы, естественно, о Гагарине, потому что речь о музее. Вспомнили мы о памятнике, который стоит. Я так понимаю, что когда уже окончательно закончится реконструкция Октябрьского проспекта, как-то там более-менее еще благородят. Потому что мы, когда фильм снимали, еще не было такой реконструкции. А потом прям даже как-то страшновато было, когда там все начали рушить для того, чтобы прокладывать... Жители беспокоились, как с памятником, как судьба его будет. Ну, мы, конечно, все рассказывали, что все будет... Но это же территория как бы принадлежит техникуму, там, где памятник стоит, или городскому округу? Я думаю, что это городскому округу. Мы просто прилагаем все усилия, чтобы эта территория была облагорожена, студенты ухаживают за памятником. И, конечно, это центр притяжения, когда праздники отмечаем. День космонавтики, день рождения. Вы знаете, как на туристических сайтах написано, что посмотреть в таком-то городе? Да, конечно, в Люберцах наверняка должен быть музей обязательно. И о чем еще хотелось поговорить? О том, что студенты сегодня учатся, конечно, по самым разным специальностям. А мы помним, что специальность Гагарина была литейщик-формовщик. И в нашем фильме мы говорили, что ее как бы уже нет сегодня такой... Ну, в том виде, как она была тогда. Или есть? Ну, я затрудняюсь ответить четко. Но думаю, что тот ковш, который у нас находится, подаренный рабочими завода Ухтомского, я думаю, что он еще может пригодиться литейщикам, так как он называется доливной ковш. То есть, когда формируются детали, чем-то надо долить. Но, может, машины уже все исправили. Этим ковшом, или ковшом, наверное, будет правильно, он пользовался, Гагарин пользовался. Ну, может быть, не этим самым, а таким похожим. Мы полагаем, что нам подарили, рука касалась. Да. На практике, которую он проходил на заводе Ухтомского, и, как вспоминал и он, и его друзья, и наставники, которые там работали тогда, что вот тогда ребята, которые пришли на... Ну, другие времена были, и они прям в восторге были от этого завода, как все льется, металл, жара. Вот, поэтому нужно понимать те ощущения, которые, конечно, сегодня трудно, наверное, донести до молодых людей. Вот вы же, когда приглашаете, как вот интерес к этому? Интерес не падает. Не падает. Почему? С стопроцентной уверенностью. Наверное, потому что такой вот человек, ведь он является образцом мужества, героизма, достижением целеустремленности простого человека. По идее, напомню, что 9 марта 2024 года Гагарину исполнилось бы 90 лет, потому что, в принципе, 90 лет сегодня есть такие люди. И, кстати, их становится все больше и больше. Конечно, история не позволяет нам вот это вот, а если бы, как бы сложилась судьба. Но все-таки тот отрезок, который у Гагарина был, в него четко вплетена история городского округа Люберца. Мало, кстати, кто знает, что, занимаясь спортом, здесь, в Люберцах, он настолько хороший показывал результаты, что его брали в Ленинградский институт физкультуры. Это правда? Ему предлагал учитель физкультуры поступать в Ленинградский техникум. Причем вместе с друзьями они планировали. Либо туда, либо вот уже в самолетное направление, скажем так. Ну, в общем-то, он выбрал профессию рабочую и продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Не пошел. Хотя он был очень спортивный, с спортивными данными хорошими от рождения. И, конечно, показывал хорошие результаты. Ну, где-то на встрече с физкультурниками так и говорил, что я практически ваш коллега, я, по идее, должен был стать тренером. Так вот он и говорил. Ну, тренерская работа, да? Если физкультура этим учат. Ну, давайте мы вернемся еще к тем экспонатам, которые у вас есть. И история, вот возвращаясь к маме, потому что мама приезжала, когда Гагарин учился, то есть, ну, как обычный человек, да, она приезжала посмотреть, как там мой Юрочка учится. Потом она приезжала уже после гибели Гагарина и сохранили себя, понимаете, теплые какие-то отношения с музеем, да? Ну, во-первых, она и книгу подарила свои, которые написаны, и вот фуражку. И вообще, в связи с 90-летием Гагарина у нас как бы расширились круг знакомства, связанные с космонавтикой и с музейной деятельностью. Вот мы теперь подружились с первой школой, где учился Гагарин в городе Гжатске тогда. Обменялись поздравительными видеооткрытками в этом году. Наши студенты принимали, правда, год назад участие в саратовском конкурсе видеофильмов про музеи, про Гагарина, и мы там заняли почетное второе место. Прекрасно. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы мы продолжали такое же отношение. Ну, кстати, вот техникум стал членом Федерации космонавтики России в этом году, да. Всё, благодаря Гагарину. Не будь Гагарина, не получилось бы никак. Ну, дайте вспомним ещё, жаль, ещё раз говорю, что нет таких видеокадров, да и фотографий не так много, но они есть, в том числе и в техникуме. В техникуме хранится книга, где... С записью почетных гостей. Да, с записью почетных гостей. Я помню, как ваш руководитель, значит, её в белых перчатках нам раскрывал, и действительно там написано. Гагарина тянулась сюда. То есть это говорит о том, что туда, где было плохо, человек не приедет. Он приезжал два раза. И всегда была какая-то встреча ещё с первым руководителем... Да, и вы имеете в виду Василия Михайловича Быкова, который был первым учителем его. Да, и они говорят, что даже часть учащихся были отправлены в подчётный, так называемый, гражданский караул в то время, когда Гагарина... Когда встречали. Да, 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 было так. Да, совершенно верно. Потому что везде отмечали, что первую свою рабочую профессию Юрий Алексеевич получил в стенах Люберецкого ремесленного училища номер 10. И он приезжал, фотографировался. Эти фотографии очень интересные. Вот сегодня бы сказали, медийная персона, да? Да. А вот вон там какой-то свой. Вот нет такого, знаете, как бы такой барин сидит, и вокруг него какие-то гости. Выступал он во дворце. И, значит, 23 февраля, буквально за месяц до ухода из жизни, там, с небольшим выступлением, есть... Там ему девушка какая-то подарок подарила. В общем, очень много всего связано с Люберцами. Ну, как вы считаете, зачем он приезжал? Почему? Что его тянуло сюда? Просто молодость? Ну, конечно, воспоминания. Потом ему было что рассказать. Он первый человек, шагнувший во Вселенную. Ну, представьте себе, даже, наверное, где-то есть такой список, куда вот Гагарин ездил. Я думаю, что у него... Он даже поспать, наверное, был период, когда просто везде бывал. И самый интересный, единственный человек, наверное, в мире до сих пор, которого действительно любили все. Любили, и, наверное, он самый известный, потому что в самой глубинке и знает, кто такой Гагарин. И к нему как бы никаких не было ни идеологических претендов. Да, он выступал на Красной площади с Никитой Сергеевичем и так далее, говорил про партию. Ну, время было такое. Но при этом он приезжал и в США, и английская королева с ним чай пила. И где-то он совсем был в интересных странах. И как он нашел время-то для любили? Или это потому, что все-таки в человеке была какая-то, знаете, частичка вот такого долга, что я здесь учился, и я должен приехать и рассказать? Ну, то, что это человек высокого чувства долга, это, конечно, понятно по всем его поступкам. И вот как раз это мы хотим донести не только посетителям музея, но и нашим студентам. И, в общем-то, этот год, все победы, участие во всероссийских конкурсах, большая перемена, большие вызовы, в профессиональных конкурсах мастерства, это все студенты посвящают 90-летию Гагарина. Мы не можем эту дату и вообще его вклад в космонавтику просто так вот пройти мимо, где-то мельком сказать. Ну, конечно. Стараемся все время об этом говорить, открывать какие-то новые стороны его деятельности. Ну, безусловно, потому что мы прекрасно понимаем, что эта камеравая, как бы, 12 апреля стала международным космонавтиком. И от этого никуда, кто бы чего не говорил, сколько бы там слухов не ходило. Но мы движемся к завершению. Как вы считаете, на сегодняшний день, какие у вас творческие планы, мы никуда не идем от этого вопроса, но именно в плане правильного продвижения. Все-таки главный герой – это Гагарин, и главный герой, наверное, вашего музея, как мне кажется. Это человек, который целеустремлен, который, он учился, это трудно представить себе. Мы видели все эти ведомости, эти бумаги, где там 67 копеек, то есть какие-то, то есть радостей было много, но средств было не так. Он успевал очень много. Он очень много успевал. Когда приходят школьники, я обязательно перечисляю. То есть с утра он сидит за партой, после обеда он идет на практику, после практики он идет в школу, в рабочую, в вечернюю, да, чтобы на ступень выше потом можно было учиться. Кроме этого, он занимается в драмкружке. Ну, знаете, что он научился играть на трубе. Кстати, недавно узнала, что он на многих инструментах пробовал играть. Да, он не стал музыкантом, но любопытство вот это вот и любовь к музыке. Желание попробовать, да, это всесторонний такая человек. То есть он очень много успевал. Еще говорят, когда он жил в общежитии, он считал своим долгом развлечь жителей, студентов, потому что радио не было, телефонов тем более. Поэтому надо было как-то вот вдохновить. И он читал там басни, разыгрывал сценки. Вот такой был Юрий Алексеевич, много успевал. В любом случае мы хотим напомнить всем жителям городского округа Люберцы, что, конечно, очень часто люди, которые живут в родном городе, в свой музей как-то, что я буду идти, я и так все знаю, как бы. Сходите. Почему? Потому что там действительно, в общем-то, экспозиция, можно сказать, небольшая в плане такого вот музейного понимания, но она собрана с любовью, собрана людьми, которые лично знали Гагарина, и которая вот хранится сейчас в том самом месте, где действительно сохранился, может быть, какой-то дух Юрия Алексеевича. Очень дорожим вот этим духом Юрий Алексеевич, да. Напомню, что в гостях у нас была заведующая музеем Люберецкого техникума имени Герой Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина, Людмила Яковлевна Ефимовича. Напомню, что 12 апреля будет День космонавтики, а также, почему мы сегодня еще решили вспомнить о Юрии Алексеевича, потому что в марте, к сожалению, вернее, с одной стороны, к счастью, он родился, 9 марта, 90 дней, но, к сожалению, в марте 68-го года он уходит из жизни, вот этот невероятный ЧП. И, опять же, вот тоже, наверное, его характеризует, ведь можно же было уже не летать, а только вот как свадебный генерал. Пожинать плоды, да? Пожинать плоды. Нет, его супруга говорила, что он женат на небе. Женат на небе. Да, и в финале мы хотим предложить вам, потому что музей есть музей, должна быть красивая лирическая концовка. Прошу. Я поэтические строчки скажу про Юрия Алексеевича. Он характера был крылатого, оптимистом во множестве дел. И недаром из века 20-го век космический полетел. И сегодня парящим соколом пробивает небытие. Он, Россия, небо высокое, и высокое имя ее. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин